ребята подремали вот стояли тут в тенечке отъехали немножко трассы и немножко поспали часик где-то час 32 сейчас сереже стекла моет и сказал все пока поедется он перебил а мы еще может данька чуть и подремлю мы пристегнуты так все вот ремень мы просто имеется ввиду что чуть-чуть отклонились назад и спим будем спать с данькой а все же уже поедет я тебя не снимаю что хватит я папу снимаю все же там есть этот такого подушка моя друзья почему все продолжаем ехать проезжаем сейчас парк патриот шахтинский ну что раз мы снимали в общем пробки небольшие ну то там стоишь что здесь стоишь поэтому так вот и получается что едешь еле-еле то едешь что не едешь то одеться хоть ой одет сто оставиться хочется там может важных технику да вы даже как-то третку и к слабая божит вот такие все есть друзья мои на one man гональдс ну что же никого в маке мага 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 наша завернем светофор там вкусная . дальше сейчас съедем может купим по булочке подошва чего сандалии сандалии галаш не машина скрипит сандалии скрипят а педаль вот авто то есть посмотрим он написан боджер для машин есть написано машина 24 часа я чё заказываю рюка давай активизируйся на чем маке вы ну вот друзья война через бургер 6 штук капучино один с карамелью один без big special roll 2 на 1642 рубля так мы говорим почему здесь никого нету мы только что было очень много сейчас рассосалась нам повезло так ждем заказ но если бы мы говорили что если будет много машин мы не будем останавливаться тут хотя мы хотели перекусить что-то но естественно что есть там надо было ждать в очереди долго потом еще заказ пока выдадут конечно нет но нам прям повезло супер времени тоже видите пол пятого конечно уже хочется что-то перекусить в общем мы подремали серёжа поехал после этого мы здание еще подремали а серёжа ехал вот и в общем в итоге все таки мы проснулись здание уже и вот сейчас все ели так что же можно не ехать один я могу нет но ты мог тоже присоединиться к вам еще раз спать то что-то часика сдремнул серёжа а дальше он продолжил ехать мы-то еще дремали если бы ты захотел спать мог еще остановиться но пока вроде нормально в общем время прибытия пока показывает 237 да может к вечеру станет меньше может наоборот мы не знаем и тут 42 километра 10 часов езды вообще чинок расскажу очень много машин уже не очень плотно да но очень много сломанной техники на обочинах и она как раз мешает и поэтому проезд мешает эта техника цвета хаки техника в общем военная кайта но колесо сдулась еще что-то вот она на обочине стоит и мешается я видел две пушки были без без колес наш колеса тоже сняли они знают дедушка нет одного красота нет ну да вот эти как ну а так вот посмотреть как плотно до грузовики все должно быть уже это очень нет по платной дороге вроде ничего а вот как он начинается бесплатный участок так вообще но он движение плотная очень друзья остановились мы смотрите ведь через поле какое красиво уже нет жары солнышко садится в общем сейчас тут хорошо видите солнце уже не жарко спокойно можно походить размяться тут такая дорога в общем можно чуть ноги размять посмотреть на окружающую красоту перекусить попить очень-очень красиво сейчас покажу за деревом садится солнышко еще показываю как красиво вечереется уже жара спала говорит потому что до этого как не выйдешь на улицу пекла хочется скорее в машину хвосты ящеров ветерочек такой большой видите как деревья шлестят мне кажется у меня ласта опухает да да у меня тоже надо чуть-чуть вот видишь ногами поделать вот так вот я говорю походить да потому что все время ноги застекли ты вот так вот смотри вот так поразминать я говорю что походить вот тут дорожка такая хорошая не грязи ничего чуть-чуть походить размяться и дальше а ты знаешь надо шевелить ими все время ну затекают ноги лимфа не спускается да и надо чуть-чуть у меня тоже вот ты тоже такая лава уже? ну конечно вон давайте поехали скорее друзья товарищи скорее друзья встретили сегодня рассвет а теперь встречаем закат вот так вот я не прошел в дороге в общем нам 722 километра 800 пути но может быть оно потом уменьшится на улице 25 градусов наконец-то чуть похолоднее стало в общем опять платная дорога ну мы на ней и находимся просто чуть-чуть съехали вот не знаю слышно меня было или нет потому что у меня микрофон то включается то выключается микрофон с собой надо было тогда брать ну а хочу сказать что там я показывала что какая красота вокруг природа и как хорошо было выйти ноги размять потому что ноги опухли ну может если микрофон подвел то я просто озвучку сверху сделаю того что там происходит все начало платного участка поехали друзья последние вот че солнце можно так сказать заходящего спутера да ярко беды большого да яркая тоже большое но уже все равно не очень похоже на африканский закат но все равно такое еще какое-то южное да москве там тоже сейчас у нас жарко вообще 30 да было градусов ну 27 в общем там у нас солнце конечно больше в общем в москве сейчас жара стоит но говорят кстати как мы приедем что там скоро уже будет похолодание ну как похолодание новости не но будет уже такая температура стандартная для москвы в общем серёж сказал что нам осталось проехать все только же сколько до питера просто так вообще дай гайку солнце с фоткой его так спереди вот так просто гениально да мне кажется что это просто что-то с чем-то да закаты восходы вот серёжа в общем дверь закрыла ему по пальцу стукнуло и вот болит теперь все размаха дверь ну понятно бац трах и все я успел вытащить палец а палец там остался у меня в проеме и дверь сверху раз ну и чё палец не оторвало вправлять не надо не было трещин и может только ноготь слезть друзья продолжаем ехать времени у нас пол 11 время все также в три ночи мы должны приехать осталось 400 километров до москвы и хочу сказать что вот сейчас мы проезжаем тот участок где когда мы ехали из адлера у нас случилось дтп с косулей вот вот косуля совершил наезд на коньяк да вот в общем написано знак в общем стоит там что дикие вот да вот дикие животные и где-то это было вот тут нет нет дальше ну в общем неважно вот на этом участке как раз все и произошло уже тоже оставалось 400 километров где-то до москвы вот у нас об этом есть видео так что если кому интересно поищите на канале ну все обошлось нам тогда страховая кстати же все сделала в общем мы вообще ничего не платили починили машину там еще за животное надо платить лесничеству но это тоже не мы платили все все платила страховая в общем но мы конечно не уехали вызвали гаи вызвали в общем позвонили страховую страховой все рассказали в общем все сделали как надо и в общем никаких проблем не было кроме того что машину пришлось ремонтировать ну и конечно стресс у нас был потому что так как бы едешь едешь и вдруг уже чуть-чуть остается до москвы и такое случается ужас вот ну слава богу что все живы остались здоровы и все нормально самое главное но так все починили нам сделали так что это вот так что надо быть осторожным осторожными когда знаки висят и вот ночью они любят да вот скакать то ли они огоньки видят эти косули лоси то ли что не знаю так резко она выскочила даже невозможно отреагировать запрос может реагировать даже если будешь ехать на на как черепаха самотану тебя может выскочить вот для этого 1 м сетки чтобы ставили сетки заборы дал как стоят по всей трассе так но мы продолжаем наш путь осталось чуть-чуть пока серёжа спать говорит не хочет так что пока не останавливаясь едем домой хотим домой уже друзья вот в общем мы точно узнали что это за место а тут вот напротив краз платы находятся в общем это 350 километров до москвы да 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 потом пошли туда смотреть вот этот обратно помощь вот был еще этот бетонированный этот я говорю что это а потом оказалось что там вот вот тут вот темная где было мы уходили напротив как раз сейчас платы вот она видишь мы так посмотрели по карте смотри видишь платы вот платы а мы вот то что спрашивали а где вы стоите а мы фиг знаем где мы стоим на интернет плохой но так посмотрели что такой вот платы какие-то в общем а что все это было вот здесь короче 300 50 километров осталось друзья ну что у нас 1205 получается момента выезда из ялты прошли 24 часа сутки но это мы не все время ехали но вот так у нас вот так у нас ее дорога что получается 230 километров до москвы прибытие 250 в общем осталось нам два часа 45 минут еще можете остановимся ну а данька спит я тоже так дремлю а сереже ей ну если он уставит то может тоже поспать но остановиться но пока не хочет говорить в общем последняя такая прямая финишная финишная не знаю что мы проезжаем даже где что посмотрел так что вообщем что-то проезжаем вот киреевска да киреевска мы увидимся уже наверное дома когда подъедем к дому ну или хотя бы к москве так ничего интересного нету дорога дорога и все милый дом родимый дом практически доехали все еще покажет когда мы приедем сейчас сколько получилось значит времени в пути пока мы не стояли вот ну то что машина считает когда мы ехали в общем пути сколько мы провели именно с момента как завели двигатель и потом как вот приедем поставим в гараж машину вот ну и подведем итог я имею ввиду на сколько доехали сколько километров все и все друзья смотрите как интересно получается мы последнюю заправку делали в Воронеже и мы проехали 656 километров представляете и еще в баке осталось осталось топливо средняя скорость получилось 100 километров а расход топлива получился аж 7,6 на 100 километров представляете какая экономия удивительно да так а в баке еще осталось свободное место 40 литров а 40 литров можно залить сколько осталось еще 15 литров еще 15 литров в баке есть вот значит мы проехали весь путь туда и обратно у нас получилось 3921 километр 900 метров вот и значит теперь смотрим самое интересное так так обзор нажимаем и смотрим с момента так с момента пуска двигателя 25 часов 32 минута мы проехали 1885 километров средний расход топлива 81 литр средняя скорость 74 километра в общем самое главное что мы проехали за 25 часов 31 минуту 1885 километров это в принципе очень это наш новый мировой рекорд столько я еще не проезжал никогда самый большой мой рекорд был это из лоо ну из сочей до москвы мы ехали там 1500 а здесь 1885 очень удачно прошли крымский мост и туда и обратно за час как мы говорили и если вообще взять вчера когда мы выехали из Ялты смотри мы выехали в 12 часов 5 минут и приехали в 2 часа 42 минуты то есть ну вот то с остановками с прохождением моста получилось 27 часов а вон машенька бежит привет машенька как дела а ее видно хоть там видно конечно машинничку сейчас мы выходим машинничка все уже выходим так все друзья пакета